Ну и что же вы делаете в школе? Должно быть, с футуристами боритесь. Ну что вы, Владимир, родите? Вы же сами все футуристы. Я и маженист. Сдалой маженистов! Мы футуристов! Даешь футуристов! Даешь футуристов! Ах, вот как это занятно. Нужно будет с вами поспорить непременно. Нужно, нужно поспорить. Мы вам, Владимир Ильич, доставим литературу, и мы уверены, что и вы будете футуристом. Не может быть такого, чтобы вы не были футуристом. Может быть, чтобы вы, старый революционер, были за дряхлый, гнилой реалистический хлам. Тем более, что футуристы пока что единственная группа, которая идет вместе с нами. Остальные, тю-тю, к Деникину. Ну, я теперь прям боюсь с вами спорить. С вами не сладитесь. А вот почитаю и тогда посмотрим, кто кого. Мы вас. Посмотрим-посмотрим. Я ведь так тоже просто на лопатки не ляжу. Диспут назначается на послезавтра в то же самое время здесь. У нас как раз свободный вечер. Договорились? Я попрошу дать мне время побольше. Надо как следует подготовиться. Ведь вы же спецы в этом вопросе, а я профан. Ну, сколько? Я тогда сообщу вам через ваю. Не возражаете? Конечно. А это что? Тоже футуризм. Кто автор? Покажите-ка на связи. Это я. Называется динамические линии. Имеет прикладное значение. То есть? Так надо красить все паровозы. Такая раскраска отразится на скорости движения. Динамические линии переходят в резкое увеличение скорости. Ну, вот спецы саботируют. Завтра пойду к товарищу Дзержинскому. А вы, простите, физику начали изучать? Скоро приступаем, Владимир Ильич. Разрешите хоть один так покрасить? Не знаю, боюсь что-нибудь обещать. Я ведь не спец в этом вопросе. Ну, а как вы относитесь к обычной живописи? Мне говорили, отвергаете. Частично. Мы считаем, что живопись, как и все искусство, должна идти в ногу с революцией, в ногу с партией. Она должна отражать мировоззрение и классовую точку зрения пролетариата. Правильно. Хорошие слова. Я бы добавил и открыто отстаивать идеалы социализма. Если не возражаете. Не возражаем. Мы именно, мы считаем, что живопись должна быть пронизана духом классовой борьбы пролетариата. Должна быть политически острой. Выйти из музеев на улицу и мобилизовать массу на революционную борьбу. Декларация чудесная. Но как это вы себе представляете? Мы ищем. Но одно мы знаем точно, что единственный путь революционного искусства – это футуризм. Поэтому мы и хотим вас сделать футуристом. Владимир Ильич, неужели вы можете выступать за станковую живопись? Мне редко, правда, но все-таки удавалось заглядывать в Парижский музей. И вы знаете, там много интересного. В том числе и станковая живопись. А может быть, правильнее будет, если у нас будет много разных художников. А судьей будет народ. Рабочий класс, крестьянство, наши интеллигенции – все мы молодые и старые. Нет, Владимир Ильич, вы ошибаетесь, потому что плохо знакомы с футуризмом. Футуризм – это коммунистическое искусство. А вот… Ну, не знаю, не знаю. А не бывает ли так? Лозунги революционные, форма сверхреволюционная, а на деле уход от революции. Уровень художественный ниже всякой критики, зато лозунгов много. Ну, вот это. Что это? Это Серега. Серега, объясни. Этот рисунок я сделал для сборника памяти Кропоткина. Так, а что это изображает? Это, Владимир Ильич, ничего не изображает. Старые художники обманывают себя и других, что они умеют изображать. Никто не умеет. А мы учимся, и нашей задачей является связать искусство с политикой. И мы непременно свяжем искусство с политикой. Это я уже слышал. Но как вы хотите связать искусство с политикой? Владимир Ильич, мы пока еще не умеем, но все-таки добьемся этого. А пока только к этому и готовимся. А это же есть аналитическое изображение основных элементов. Ну, чтобы научиться владеть ими, для того, чтобы соединить элементы в одно целое. Ну, может быть. Может быть. Владимир Ильич, вот вы сказали, что судьей должен быть народ. Хорошо, но... А кто же должен командовать, руководить в искусстве? Командовать не должен никто. Руководить партия. Высокообразованные, отдаленные люди, которых партия выделяет из своей среды и доверяет им это деликатное и очень важное дело. Согласен. Спасибо.